Нобелевская премия по экономике Нобелевская премия Нобелевская премия И это называется рыночной властью Это означает, что компании могут увеличивать свою рыночную власть И повышать цены для пользователей Поэтому здесь, в Тулузе и в других местах Возникла идея провести исследование По основным направлениям закона о конкуренции Выводы позволяют сказать Нужно следить за этими компаниями А порой и вмешиваться, не нарушая динамику сектора В настоящее время Еврокомиссии изучают бюджеты стран-членов В том числе Франции Это возможность снова поговорить об этом крайне рискованном упражнении Задача которого для властей заключается в том Чтобы сохранить контроль над государственными расходами И одновременно обеспечить достаточное количество средств Для развития своей экономики, ее роста Дефицит государственного бюджета в условиях рецессии Это нормальное явление Так как в казну идет меньше налоговых поступлений и так далее Большая проблема Франции в том, что у нее трехпроцентный дефицит Даже тогда, когда все идет хорошо У этой страны не было сбалансированного бюджета с 1974 года В течение 40 лет Это очень проблематично, так как это означает Что мы живем в кредит, в чем-то за счет других Это нужно взять под контроль Хотя сейчас это сделать и нелегко Безусловно, нужно приложить усилия Хотя заходить слишком далеко в этом мы тоже не можем Идеальным для интеграции Европы был бы европейский бюджет Или вы считаете это утопией? Мы немного упустили историческую возможность создать бюджетную Европу Ведь США это соединенные бюджетные штаты То есть, когда у какого-то штата дела идут плохо Он автоматически получает целые пакеты помощи от штатов, у которых дела идут лучше В частности, из систем социального обеспечения безработных и прочих программ В Европе все не так, потому что европейский бюджет совершенно незначительный 1% от ВВП Евросоюза это очень мало Так что таких автоматических переводов, которые стабилизировали бы страны, нет И кроме того, нет единых законов Например, если говорить о рынке труда, то в США, у рынка труда в целом, одинаковые законы и в Калифорнии, и в Нью-Йорке Но в Южной Европе и в Северной Европе это совсем не так Мы должны были бы создать бюджетную Европу со схожими законами для рынка труда, для банкротств и тому подобного Мы этого не сделали, а потом было сложно И поэтому сегодня я слабо представляю, к сожалению, хотя я хотел бы, чтобы это произошло Что Северная Европа согласится поделиться своей системой социального обеспечения безработных, своими бюджетами и прочим с Южной Европой Вы являетесь членом Совета экономического анализа и вместе с Вашими коллегами-экономистами представляете премьер-министру Франции оценки и заключения по различным экономическим темам Прислушиваются ли к Вам и отражаются ли иногда Ваши советы на реальности? Иногда это происходит, но это очень медленный процесс, и это нормально Знаете, Кейнс говорил, политики зачастую прислушиваются к экономистам, которые уже умерли и имен которых они даже не знают Это немного преувеличено, но правда, что это занимает много времени Особенно, когда это касается политической сферы и затрагивает чувствительные темы Например, реформа рынка труда вызывает много беспокойства, и это нормально для многих людей Как это произойдет? Это очень трудно реализовать Это очень трудно для политика, потому что нужно считаться с общественным мнением Но это их работа Конечно, все идет быстрее, когда у Вас есть влияние на государственные регулирующие органы или агентства по конкуренции в Брюсселе или Вашингтоне Сегодня мы видим, господин Жан Тироль, как экономика вытесняет тему политики в средствах массовой информации Как Вы думаете, управление государством в будущем будет осуществлять только экономика? Экономика, в том числе рыночная, нуждается в сильном государстве Современное государство должно быть одновременно легким и сильным Оно не должно быть тучным, но должно быть сильным, чтобы быть в состоянии обеспечить соблюдение правил конкуренции Перераспределение богатств через налогообложения Избегать монопольных положений Это государство должно противостоять лобби и проводить реформы В целом западным государствам это удается Причем государством Северной Европы гораздо лучше, чем Южной Я думаю, что мы должны брать пример со сторон Северной Европы, которые придерживаются такой же социальной модели, как и мы Но которые сумели провести реформы во имя новой концепции государства Государство, намного более эффективного, но сохранившего прежнее завоевание После присуждения вам Нобелевской премии, некоторые политики заявили, что предпочли бы лауреата с левого крыла Вы считаете себя правым? Я еще раз говорю, у меня есть личные политические взгляды Но если на мои исследования начнет оказывать влияние то, правые они или левые Думаю, это будет катастрофа Я хочу оставаться абсолютно независимым, наиболее известные экономисты относятся примерно к одному научному корпусу И поэтому наши суждения схожи по форме Хотя взгляды на различные сложные темы порой и отличаются Потому что мы, конечно, не все знаем По определенным темам у нас есть консенсус, но есть темы крайне сложные, по которым у нас могут быть разногласия Но эти разногласия разрешаются с помощью единых научных методологий На основании которых мы дискуссируем В определенной мере это и есть наука А когда у вас есть политические, идеологические пристрастия Или вы попадаете под влияние лобби или индустрии Это не наука Сколько интервью вы дали после присуждения вам Нобелевской премии? Я не знаю, для меня это необычно, потому что я на самом деле исследователь Посмотрите на мой офис, это та среда, в которой я хочу жить И вдруг появляется этот вихрь, и каждые 15 минут меня зовут к телефону Я выступаю на телевизии, в дискуссионных клубах, что для меня непривычно И у меня на самом деле это абсолютно не получается Я думаю, эта новая жизнь продлится 2-3 месяца А потом, думаю, все успокоится, и я вернусь к своим исследованиям Простите за нескромность, но что вы будете делать с премией 878 тысяч евро? Это огромная сумма, и, честно говоря, я еще не думал о том, что с ней делать Эта сумма стала большим сюрпризом, вторым после телефонного звонка Когда мне сообщили о присуждении Это действительно большая редкость, что эту премию получает в одиночку экономист Для меня это невероятно большая честь Это грандиозно Но вы еще не думали? Да нет, это займет несколько месяцев После возвращения из Стокгольма я немного спущусь с небес Я десентрала немного мою мануну. Спасибо за этот джазнан. Спасибо за этот джазнан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Спасибо.